Когда планету накрыла пандемия, а миллионы людей потеряли возможность общаться вживую, труд журналистов получил еще большее значение. Ведь цена свежей кеченкой информации взлетела. Глазами репортеров мир увидел, что происходит. Впрочем, для премии «Золотое перо-2021» коронавирусная тема стала пускай одной из важных, но не ключевой. Мы награждаем наших коллег, которые работали в горячих точках, которые ходили в красную зону, которые занимались расследовательской журналистикой, которые писали с нашей точки зрения самые выдающиеся репортажи, писали статьи, делали репортажи, связанные со всем, что происходило в этом году. Это была юбилейная 25-я церемония. В списке награжденных 26 человек и еще две редакции. Легенда российской журналистики, честь, достоинство, профессионализм, медиа-менеджмент, профессиональное мастерство и золотая полка российской журналистики. Как и в основной номинации, в пяти дополнительных отмечены авторы со всей страны – срез журналистского общества. Дедушка с бабушкой изначально ее начали, потом папа был журналистом, я продолжатель, и дядя, тетя, и двоюродная сестра. Как-то вот нас журналистика не отпускает, но все-таки мне кажется, что без такой мощной поддержки даже любому журналисту будет очень трудно. Поэтому в первую очередь, наверное, поддержка своей маленькой семьи играет роль того же моего мужа, который терпит все мои вылазки, будь то на войну, на теракты, на беспорядки, он стойко просто это все переносит. Это придает сил и дает возможность спокойно работать и развиваться. Николай Курпатин получил награду «Профессиональное мастерство» за создание русскоязычной станции, которая вещает из Лондона. «Матрешка» – это не просто любительская история из интернета, а полноценное эфирное радио. Мы даже для себя отменили формулировку «русскоязычная», мы для себя ввели формулировку «рускопонимающая». Потому что, например, первый человек, который вообще в Англии мне сказал спасибо за то, что есть матрешка, это был таксист из Польши. Он как человек, выросший, родившийся еще в стране Варшавского договора, ему это эмоционально гораздо понятнее и приятнее. И хотя современные тенденции диктуют свои условия, у профессии остаются атрибуты времени не подвластные. Гости церемонии получили в подарок ручку и блокнот – то, что всегда нужно хорошему журналисту. Одним из самых популярных видов туризма в стране является рыбалка. Республика Таджикистан имеет для этого огромный потенциал. В горных реках и естественных озерах водятся такие виды рыб, как лосось, форель, толстолобик и другие. Для развития рыболовного туризма Комитет по развитию туризма провел форум. На нем руководители предприятий, рыбоводческих хозяй страны и туристические компании высказали свои мнения о налаживании взаимного сотрудничества для создания достойных условий и возможностей оказания услуг при приеме гостей и туристов на рыболовных маршрутах. Цель проведения подобного рода мероприятий является развитие туристического потенциала страны и привлечение иностранных гостей. Хотелось бы отметить, что сегодня в различных уголках страны организованы рыбоводческие хозяйства, которые создают благоприятные условия для развития рыболовного туризма в стране. В горных реках и естественных озерах водятся маринка, форель, сазан и другие виды рыб, обладающие неповторимым вкусом. Этот шаг внесет весомый вклад в развитие рыболовного туризма как приоритетного и перспективного направления в стране. Напомним, что во время встречи председателя Комитета по развитию туризма и председателя Хатлонской области наряду с обсуждением вопросов развития туризма было отмечено, что в области имеется более 70 рыбоводческих хозяйств и рыболовных местностей. В этом цехе трудится 15 женщин. Получить работу для жительниц кыргызских сёл – редкая удача. Основательница производства по себе знает, как тяжело без дела. Несколько лет она работала в России и, накопив денег, вернулась на родину. Все её сотрудницы из окрестных сёл. Я сама живу в селе, поэтому и цех решила открыть здесь. Очень важно создавать рабочие места в сёлах. В городе, в центре намного легче найти работу, чем в отдалённых местностях. Поддержать предпринимательств из сёл Кыргызстана решили международные организации. В супермаркетах Бишкека и Оша открылись ярмарки, где женщины могут продавать свои товары. Всё, начиная от продуктов питания, заканчивая одеждой, сумочками, какими-то мелкими поделками, заканчивая крупными шердаками. Всё, что может создать, сотворить женщина, всё представлено здесь. Продукцию привезли более сотни мастериц из всех регионов страны. Прилавки опустили за несколько дней. Ярмарка «Покупаю женщин» была направлена на то, чтобы показать, что у нас есть такие предпринимательницы, и создать такую площадку, где люди могли бы узнавать о них и тем самым поддерживать их бизнес. Такие ярмарки для Кыргызстана пока редкость. Обычно производители сами ищут рынки сбыта. Часто женщины объединяют свои производства. Так легче выжить. На ярмарку мы привезли ковры и сумки, изготовленные женщинами разных сёл на Рынской области. Мы собрали под одним брендом более трёхсот мастериц. Кто-то шьёт одежду, кто-то делает изделия из войлока, кто-то варит мыло, кто-то делает кисломолочную продукцию. Часть товаров продаём в стране, часть идёт на экспорт в Японию, Россию, Казахстан, Швейцарию и Германию. Мероприятия по поддержке предпринимательств будут идти два месяца, в том числе онлайн. В социальных сетях уже запущен флешмоб «Покупай у женщин». Картина «Бэнкси» с изображением медсестры супергероини ушла с молотка. Знаменитый британский художник подарил её сотрудникам больницы Саум Гемптона, которые, рискуя жизнью, борются с инфекцией ещё в начале пандемии. Вырученные средства пойдут на помощь работникам и пациентам медучреждения. Картина «Бэнкси» продана за 14 миллионов 400 тысяч фунтов стерлингов. Примите наше поздравление. Какой невероятно значимый символ того, через что нам всем пришлось пройти. Какая невероятная поддержка Национальной службы здравоохранения в течение стольких месяцев. С учётом дополнительных сборов, итоговая стоимость лота составила 16 миллионов 700 тысяч фунтов стерлингов. Ещё ни одну работу художника покупатели не оценивали столь высоко. Два года назад, после короткого сообщения о пожаре Парижской Богоматери, мир прильнул к экранам. Все с ужасом наблюдали, как пламя постепенно разрушало кровлю, шпиль, как к собору устремились наряды пожарных, как рашали стены из брандпойтов, чтобы сохранить хотя бы частично витражи и внутреннее убранство. Стены устояли, но опалубка свода, сделанная из особым образом обработанного дуба, сгорела. Знаменитые реликвии, включая терновый венец, чудом сумели спасти. Знаменитый режиссёр Жан-Жак Ано проводит натурные съёмки в Бургундии, в Санкции, в соборе святого Степана, одном из первых сооружений, построенном в готическом стиле. Эту церковь в Санкции называют ещё Матерью Ноттердам. Я решил снимать фильм, потому что в этом событии было что-то, что трогало души. Я тут же сел за написание сценария. Почти 200 лет назад великий Виктор Гюго, чтобы спасти Ноттердам, который собирались снести, написал роман под тем же названием. «Великие события имеют неисчислимые последствия». Эта фраза, в момент, когда Франция пытается справиться с пандемией, кажется пророческой. Фильм «Горит собор Парижской Богоматери» планирует выпустить в прокат в апреле будущего года. Алексей Седой открыл в лесу питомник для лосят-сирот и выхаживает детёнышей, чьи мамы погибли в ДТП или от рук браконьеров. У всех питомцев имена по названию «Самоцвет». Сейчас под опекой отца лосей пять питомцев, но он готов принимать до 30 животных. В сборе кормовой базы помогают волонтёры, но встречаются и недоброжелатели. Лосят пытались отравить и не раз закидывали бутылками и камнями. Алексей мечтает создать заповедник, чтобы под надёжной защитой от браконьеров были все виды животных средней полосы России. На площадь Пьяца Венеция в центре Рима вернулись в Пиццардоне. Регулировщики уличного движения. Их так называют в Риме из-за козырька шлема, напоминающего клюв птицы. Похожие головные уборы носили римские стражи порядка в XIX веке. Регулировщики стоят на специальном педестале и контролируют поток машин, автобусов и мотоциклов по трём направлениям. В прошлом году они не могли работать здесь, так как на площади полностью меняли покрытие. Полиции говорят, что большинство водителей были рады вновь увидеть регулировщиков за работой. Стрит-арт-художник из Краснодара Георгий Куринов украшает своими работами здания по всему миру. Несколько лет назад он начал участвовать, а потом и организовывать фестивали и конкурсы граффити. Меня очень сильно увлекает процесс, когда был какой-то пустырь или какая-то совершенно неприметная, грязная, может быть даже старая стенка, и как рождается идея, в какой момент происходит рождение концепции, как потом происходит творческий процесс, какие эскизы приходят в голову, как это всё отрисовывается. И потом локация просто-напросто меняется на голову. В ноябре 2020-го для фонда «Дикой природы» Куринов нарисовал картину «Вернем Лео» с изображением переднего азиатского леопарда, находящегося под эквозой исчезновения. Герои Андрея Кузнецова, в отличие от жизнерадостного художника, редко улыбаются. Их веки часто прикрыты, лица задумчивы. Такими он видит пассажиров в подземке. Метро – это рисование за короткий промежуток времени. И при этом, конечно, это очень эмоциональное состояние, потому что меня очень вдохновляют выразительные лица. На одну работу уходит пара-тройка минут. Как раз перегон между станциями. Штрихи и линии то плавные, то отрывистые, словно линии кардиограммы. Хочется так встать, чтобы люди не замечали. Потому что если человек замечает, когда я его рисую, ну он зажимается, он становится другим. Или он начинает мне улыбаться, мне это не надо. Андрей подмечает каждую деталь. Внимание натренировал на работе. Он врач, делает эхокардиографию. Работает уже более 40 лет, поэтому сразу видит даже малейшую угрозу для здоровья пациентов. Это очень ответственное место. И иногда приходится смотреть больного один и два раза. И Андрею Александровичу это по плечу. И, в общем-то, кардиохирурги всегда требуют, чтобы именно кардио, что Андрей Александрович работал. На выставке, которая открылась в клинике, работы Андрея за три года. Сейчас карандаш и блокнот из своей сумки он достает редко. Пассажиры уже год как ездят в масках. Ледник Богдановича самый близкий к Алматы и самый легко доступный для туристов. Идти до него пару часов. Высота 3400 метров. В замерзшем состоянии ледник находится круглый год. Но эта зима преподнесла много сюрпризов. Это место альпинисты называют цирком, потому что оно похоже на цирковую арену. Это такая чаша. Слева открывается вид на красивый изумрудный лед. Это замерзшая горная вода. Цирк – озеро, которое вымерзло. А малоснежная зима в этом году не закрыла ледник полностью. Его срез стал главной туристической достопримечательностью. Сюда, помимо обычных любителей, устремились и профессионалы. Моя часть работы здесь – это съемка. Я вот ребят позвал, давайте поснимаем ледолазание. Интересно, потому что здесь стена такая образовалась в этом году. Ледовый участок красивый. Можно показать интересные кадры. Максим Рудаков – профессиональный альпинист. Ледник Богдановича в этом году единственный естественный лед для тренировок. Срез имеет особую отвесную форму. Это ледовый инструмент, а из тулса английского. Он как раз-таки нужен для ледолазания. Он очень изогнутой формы, отличается от классических ледорубов и других ледовых инструментов для альпинизма тем, что угол очень большой, он выгнутый. Он как раз создан для прохождения вот такого нависающего льда и вертикальных маршрутов. То есть, когда полога, с ним уже неудобно, надо брать что-нибудь прямое. В ледолазании по отвесному леднику используются не только специальные инструменты. Вся экипировка меняется и подбирается более удобное, подходящее для подобных подъемов. Это кошки для спортивного ледолазания. Они с вертикальными зубьями, очень заточены, очень острые. Для хождения по ледникам используются другие кошки. Они с горизонтальным зубом, более попроще и более поменьше, то есть зубы выступают. Также альпинисты очень часто ходят в таких кошках по скалам тоже. Потому что поставить на маленький зацеп тоже удобнее в кошке ногу. В ледолазании имеются дисциплины, трудность и скорость. На леднике Богдановича можно тренироваться по обоим направлениям. Заключительные минуты подготовки. 14-кратный чемпион мира по фридайвингу максимально сосредоточен. Специальным дыхательным упражнением упаковки может добрать плюсом до 10 литров кислорода в легкие. Замахнулся установить новый рекорд Гиннеса и нырнуть на глубину 80 метров под байкальским льдом. Температура воды плюс 2, глубже и вовсе 0 градусов. Его называют амбассадором океана, так как Алексей активно занимается вопросами экологии очистки воды во всем мире. В этом числе и озеро Байкал. Первый рекорд Алексей Молчанов установил в бассейне. 250 метров на задержке дыхания. Аппетиты растут вместе с масштабами водоема. Сегодня именитый фридайвер покоряет Байкал. На берегу Алексея поддерживают друзья. Это самый глубоководный человек в мире. Все возможные рекорды были побиты уже. И мы уверены, что сегодня будет побит рекорд очередной. Рассказали, первый раз Алексей Молчанов погрузился в воду в три года. С тех пор стал обладателем 20 мировых рекордов. Может не дышать 8,5 минут. Считает это глубоководной философией. Погружение в бездну, погружение в себя. Поняли, что это не так страшно. То есть это кажется очень страшным. Потом начинаешь пробовать, правильно одеваешься, в правильные костюмы. И это доступно. Давление на 80-метровой глубине минимум примерно 9 атмосфер. Для безопасности на берегу дежурят медики. Мы на случай всяких непривидимых ситуаций здесь страхуем, работаем. Алексей считается самым глубинным человеком во фридайвинге. Личный рекорд – 130 метров в глубину, в теплой морской воде. В Байкале климат другой. На разных точках погружения его страхуют опытные напарники. Надо было просто вывести его, для того, чтобы он развернулся лицом к судьям. Через две минуты на поверхности майной появляется Алексей. В руках контрольная карточная. Рекорд поставлен. За процессом установки рекорда внимательно следят судьи. Все действия строго фиксируют подводные видеокамеры. Темно, скорее всего, уже на этой глубине. Алексей говорит, по крайней мере, что уже на 65-ти, там, в общем-то, ничего не видно. Но у нас есть, там стоит камера, которая также подтверждает, что Алексей там был, там стоит свет. То есть, в принципе, мы его разворот потом увидим на камере. Классно просто находиться на этой глубине, ближе к дну. То есть, чем ближе к дну, тем больше звуков. А так, конечно, по условиям сильно отличается от привычных моих условий. Я обычно ныряю в теплых морях. И тут такие, больше по снаряжению сложности. Тяжелее нырять в толстом костюме. Быстрее замерзаешь. Ну, то есть, все делать там интереснее. Такое тяжелее, но интереснее. За подвигами метро с восторгом наблюдают и поклонники – начинающие фридайверы. Теперь все результаты, фото, видео и протоколы рекорда отправят в офис Гиннесса. А после будет занесен в знаменитую книгу. Восьмилетний Вача Кочарян сходу разгадывает хитроумные комбинации. Тренер талантливым учеником доволен. На чемпионате города мальчик стал победителем. Обыграл старших соперников. Теперь готовится к республиканскому турниру. Самое главное – он очень трудолюбивый. Очень. Он талантливый. Я не боюсь этого слова. Он действительно талантливый. У него есть… Ну, он думает, как шахматист. Но есть умные дети. Есть дети, у которых шахматное мышление. Мама разработала для сына специальное меню, чтобы поддерживать работу мозга, помогать восстанавливаться после долгих занятий. Сухофрукты, орехи, пастила и мед с дедушкиной пасеки. Эти продукты заряжают энергией. Как и любимый напиток – чай с дикорастущими травами, который готовит мама. Когда он был маленьким, сильно переживал поражение. А теперь окреп. Сын испытывает колоссальные нагрузки во время игры. И тут важна физическая и психологическая подготовка. Помимо шахмат, вачи увлекается таиквандо и программированием. Все секреты узнает у отца. Решает задачи, которые по силам девятиклассникам. Шахматом меня научил папа. Я постоянно просил его поиграть со мной. И тогда мама предложила пойти в шахматную школу. Через два месяца я получил четвертый разряд, потом третий и второй. Сейчас у меня первый разряд, и я играю с десятилетними учениками. По сонностям помогают и на уроках математики. В классе вачи один из лучших. Пока одноклассники решают одну задачу, учительница готовит для него как минимум четыре дополнительных задания. У вачи прекрасная память. Он впитывает всю информацию, как губка. Как-то я по памяти написала на доске логическую задачу. Он сильно расстроился, потому что она не решалась. Позже подошел ко мне и сказал, что в задании ошибка. И оказался прав. Шахматы в Армении – обязательный предмет в младшей школе. На переменах ученики устраивают турниры. Вача делится знаниями и даже подсказывает ходы. У нее имени нет пока. Пусть все остальные дети, которые купят эту игрушку, назовут ее. Этот рисунок школьника из Петербурга Савы Зарубина обошел сотни заявок и оказался единственным победителем от России в международном конкурсе на разработку мягкой игрушки. От чего будет спасать твоя собака-русалка? Как она будет помогать? Она будет помогать, чтобы не было несчастных случаев в воде. На создание персонажа у юного школьника ушло всего 15 минут. Он рисует с 4-х лет. Сейчас третий классник школы совмещает с занятиями во дворце творчества. А там успевает посещать сразу несколько секций. В том числе и дизайн-студию. У Савы всегда, мне кажется, свой такой цветовой ряд в работах. Он очень такой всегда светлый и радостный. Вот у каждого ребенка, в принципе, есть какие-то свои предпочтения цветовые. Вот здесь ощущение такой вот гармонии цветовой. Он легко одерживает победы в творческих конкурсах. Например, совсем недавно получил диплом за проект «Аквадома» – экологичного жилья на воде. Теперь международное признание таланту «Собака-русалка» по его эскизам сошьют и будут продавать во всем мире. А еще Сава поет. Не греши! Но рисунок для третий классника пока остается самым любимым занятием. Фломастеры, краски всех цветов и фактур он предпочитает даже самым вкусным конфетам. А магазины для художников любит больше, чем мультфильмы. Вместе с «Собакой-русалкой» шведская компания также выпустит и другие игрушки. Их изготовят по рисункам детей из США, Канады, Польши и Литвы. Конечно, я цветочки убрал, чтобы он набрал силы. У него розовая пестролистность. Этот сорт фиалки уникальный. Сафар его вывел сам. Цветоводы в таких кучах говорят «забил гол». На счету школьника уже восемь очков. Розетки его цветов – ровные сами растения, терпеливые к смене температур. Некоторые фиалки пока без названий, под номерами. Один из моих сеницев, который очень мне нравится. У него очень крупные цветы. Интересность в цветах в том, что по краям они фуксиевые. А посередине они немножко красноватые цветочки, блестящие. Сиреневые и белые, зеленой бахромой и красным контуром. Эрес Дон Жуан, ВАК Инопланетянин, МК Линолила. Цветовод помнит все названия и даже даты покупки. Об удивительной коллекции школьника знает вся республика. Желающие приобрести редкие цветы приезжают из-за рассада и из-за цветущей растений. У него очень хороший выбор. Несколько фиалок я уже купила. Он всегда подскажет, как правильно ухаживать за цветком. Он по листику определяет проблему. Удивительно, как у него так получается. Интенсивному цветению способствует цвет, а не удобрение, говорит Сафар. Поливать цветы нужно по мере высыхания, не ставить на спастняк. Любимая температура фиалок от 15 до 25 градусов. У цветовода готов ответ на любой вопрос. Люди, которые говорили, что у меня не растет фиалка, они меня не любят. Это неправда? Нет, нет. Если захотеть, можно вырастить фиалку. Это неправда. Только желание и стараться делать все правильно. Фиалка Ле Шуэра. Это имя в честь матери Сафара. Цветку дал селекционер из Украины. В прошлом году она умерла от рака. Юному цветоводу пришлось продать около 700 сортов фиалок, чтобы собрать деньги на лечение. Но оно не помогло. Сейчас Сафар мечтает вывести свой сорт и назвать в память о матери. Говорит, она всегда поддерживала его страсть к цветам. Она цветами не интересовалась, но она очень хорошо поддержала. Она, например, помогала и ездила со мной за фиалками в другие города. Я все еще не знаю, где, что находится. Она все помогала. Ездила, показывала вот здесь. Цель Сафара открыт в Душанбе дом фиалки, где можно будет проводить выставки цветов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин